Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! На досрочных парламентских выборах в Молдове борьба идет не между Востоком и Западом, а между олигархической властью, которая укрепилась при президенте Воронине и расцвела при президенте Додоне, при активном соучастии таких мошенников, как Плохотнюк и Шор, и теми, кто хочет этот олигархический режим однажды все-таки снести. Журналист Дмитрий Чубашенко напоминает, основы коррупционной системы в Молдове заложили не кто иной, как Воронин. Он вскормил и запустил в молдовский коррупционный огород олигарха Плохотнюка. Об этом он написал на своей страничке в соцсети. Итак, в предвыборной платформе блока Воронина-Додона нет пункта о борьбе с коррупцией. Понятно почему. Избирательный блок бывших президентов Воронина и Додона распространяет среди электората свою платформу для народа, для страны. Тут можно найти разделы и по развитию экономики, и про медицину, и про образование, и про цифровизацию, и про экологию, и про регионы, и про государственность, и про традиционные ценности с исторической памятью, и про промышленную политику, и про межэтнический мир с объединением страны. Но всем это обширном списке предвыборных обещаний нет пункта о борьбе с коррупцией. Понятно почему. А основы коррупционной системы в Молдове заложил не кто иной, как Воронин. Он вскормил и запустил в молдовский коррупционный огород Плохотнюка. Воронин взрастил многих предателей-коррупционеров, в списке которых не последнее место занимает куличник Додон, удостойный статуса младшего партнера Плохотнюка в системе захваченного государства. Коррупция – это модус вивенди, способ существования, и модус операнди, образ действия Воронина, Додона и связанных с ними Плохотнюка и Шора. Для всей этой коррупционной команды мечты Молдова это кормовая база, территория охоты, источник наживы, которая перекапчивается за рубеж. Эти люди могут сколько угодно демагогически рассуждать про патриотизм и про защиту государственности, но все их красивые слова обнуляются демонстративным отказом бороться с коррупцией. «Патриотизм – последнее прибежище негодяев», – сказал один англичанин в конце XVIII века, имея в виду тех, кто прикрывает свои неблаговидные и воровские делишки красивыми словами об интересах Родины. На досрочных парламентских в Молдове борьба идет не между Востоком и Западом, а между олигархической властью, которая укрепилась при президенте Воронине и расцвела при президенте Додоне, при активном соучастии таких мошенников, как Шоры Плохотнюк, и теми, кто хочет этот олигархический режим снести. Воронин и Додон просто хотят вернуться к власти, чтобы продолжить старые коррупционные схемы. Парламентские выборы XXI – это продолжение президентских, это как двухфазная прививка от воров, окопавшихся во власти. Первая доза была сделана в ноябре, вторая должна быть сделана в июле. В результате у молдовского общества наконец-то должен появиться коллективный иммунитет, который защитит всех нас от вируса коррупции и лжи. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и не забывайте писать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!